Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу показать вам пустые баночки за октябрь. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Сразу говорю, буду все показывать быстро, потому что баночек много, а времени на телефоне не так много. Этим баночками я, наверное, довольна больше, чем предыдущими. Первое это Ariflame серия Optimals. Да и крем, дневной крем. Он очень довольно плотный, он у меня с того года. Осталось у меня вот меньше половины. Довольно его много истратило, он имеет такой характерный аромат. То есть он есть 50 мл в нем и больше подходит для меня, как на холодное время года, потому что крем довольно плотный. К сожалению, в этом году уже подходит срок, там 12 месяцев, поэтому я не успела его истратить. И также идет ночной крем. Им я пользовалась меньше, потому что он дольше впитывается, не очень мне понравился из-за этого. Его осталось, наверное, примерно чуть больше половины. Вот, в общем, крема неплохие. И самое главное, что не вызвали аллергии, но все-таки для меня они тяжеловаты. Так, следующее, что я вам покажу, тогда сразу весь уход и потом декоративную косметику. Опласкиватель мед и клюква Aivan Natural с 250 мл. Закончился очень хороший, сейчас я пользуюсь этой серией. Дальше только шампунем. Мне очень подошло моим волосам. Волосы мягкие, хорошо расчесываются и культурно хорошо выглядят. Так, дальше закончился у меня вот такой вот гель для лица, очищающий и выводящий токсины от Венус. Покупала я эту марку Влетуаль. Хороший гель, приятно пахнет, не пенится, потому что этот гель хорошо очищает лицо. Могу бы посоветовать. Так, дальше покажу вам гель для душа, который закончился. Это Aivan Sensis Aromatherapia, восстановление сил, увлажняющий гель для душа. 250 мл, хороший, нравится аромат, как пенится. Могу его посоветовать, приятно пахнет ягодами. Также, когда у меня уже его не так много оставалось, я его истратила в хозяйственных целях. Следующий, это такая вот жидкость, дамский пальчик, без ацетона. Знаю, что многие девчонки хвалят. Особенно Кристиночка, привет тебе. Если смотришь, у меня, в общем, жидкость была бюджетная, я брала две штуки, одну вот сейчас истратила. Мне она, в принципе, понравилась, хорошо стирает глянцевые лаки. С блестками уже намного труднее, ну, как и все остальные жидкости. Но у меня она оставляет белый налет, поэтому, скорее всего, постоянно покупать я ее не буду. Но, в принципе, жидкость неплохая. Также еще у меня закончилась вот эта жидкость, которую я повторяла. Это S-V, покупала я ее за 50, а не за 80 рублей. Витаминный комплекс 100 мл для снятия лака. Она была зелененькая, пахла травами больше, чем самой жидкостью. Она стирает хорошо даже лаки с блестками. Могу ее посоветовать. Недорогая и продается в сети, по-моему, Зингер. Так, дальше я вам покажу то, что у меня закончилась такая маска от Ariflame Love Natural с 50 мл, с виноградом. Пахла она больше даже спиртом, на мой взгляд, чем виноградом. Маска-пленка, но действие от нее очень хорошее, мне понравилось. Стоит она не очень дорого, но хватает такого тюбика не на много раз. Раз, наверное, на пять. И все, она неэкономичная, к сожалению. Так. Еще одна жидкость для снятия лака у меня здесь, 100 мл. Это с пихтовым маслом. Покупала я ее, она была зелененькая. Вайлайки. Сейчас она тоже там представлена за 80 рублей. Стеклянная здесь уже идет упаковка. Хорошая жидкость, я ее экономила, потому что она хорошо стирает лаки с блестками именно. Не тратила я ее на обычные лаки, но хотя также подойдет, могу ее посоветовать. Дальше закончилась вот, наверное, одна из самых неудачных зубных паст, которая у меня была. Жемчужина Сибири, от натуры Сиберика. Ничего она не очищает, ни белизны не придает, ни ухода особенного за ней не замечено. Нам, с мужем, она не понравилась. Ее я брать второй раз не буду, хотя она очень мягкая. И вот именно, наверное, по этой причине она ничего не делает особенно. Так, следующая пустая баночка. Это уход. Покажу вам парочку. Какой-то у меня, значит, закончился крем. Гель, вернее, извините, для душа клубника со сливками от Камэ. Очень классный. И также закончился дезодорант. Вместе ими пользовалась. Очень понравилась эта пара. Пахнет клубникой такой средней химичности. Химозности дезодорант неплохо защищал. Приятный, мне нравился. Так, и гель для душа был кремовый. Очень хороший, приятный. Использовала я его только на тело. Очень мне понравился. Могу его посоветовать. Так, следующая закончилась жидкая мыла, которую я не так давно приобретала. Это палмлив нежности комфорт, цветок, вишни. Жидкая мыла идет 300 мл. Приятный аромат. Кремовое хорошее мыло. Не сушит мои руки, по крайней мере, мои. И, в общем, в целом понравилось. Могу посоветовать. У меня сейчас такое с медом. Также с удовольствием пользуюсь. Так. И теперь у меня переходим осталось очень много. Но и времени у меня тут. Декоративные косметики. Из ухода это все. То, что это не то, что даже небольшая, а довольно большая зачистка получается у меня. Сейчас здесь все и помады, и блески, и очень много всего. То, что закончилось. Сейчас я вам это все покажу. Просто говорю, пока выгружаюсь в пакет. Что-то не нравится, не подходит. Что-то просто уже выходит в сроки. Или отдаем. В общем, начинаю я с вот такого вот средства. Это я выигрывала в конкурсе Эд Эль Каразон. Это был Анастасий Балашев. Спасибо, Насте, большое, что у нее были на канале такие конкурсы. Очень большое средство. Мне оно, к сожалению, не подошло. Здесь идет очень много миллилитров. Даже сейчас не вспомню. Сколько? 75 даже целых миллилитров. В общем, это идет как верхнее покрытие. Блестки. Редко очень им пользовалась. Уже где-то 2 года оно у меня стоит. Вот думаю, отдавать его. Что почему не понравилось? Потому что очень долго сохнет. И даже спустя сутки может с любой сушкой эта вот вещь, к сожалению, смазаться. Вот, поэтому не подошло, потому что очень долго сохнет. Дальше. У лака вот такого вот от Dance Legend коричневый, темный, с переливом 0,20 оттенок. Вышел срок годности еще в марте, но что-то я не посмотрела. В общем, сейчас его отдаю. Он у меня практически полный. Тонкая кисточка здесь идет. Но проблема в этом лаке, что он на первый же день скалывается. И поэтому он мне не подошел, не понравился. Вообще абсолютно не стойкий. Так, дальше. Ну, с лаками это все. Перейдем к тушам. Закончилась сыворотка. Уже который раз ее беру от Evelyn. Не закончилась даже, а просто долго ей пользуюсь. Это значит, сыворотка вот эта обычная. Белая и зеленая крышка нравится как база под туш. Как сыворотка особенной работы я за ней не замечаю. А сейчас у меня синяя, по-моему, такая. Так, и для глаз долго пользуюсь. Я вот такой вот тушью от Evelyn Mosaic. Вау! Тушь эта хорошая, достойная. У нее идет не силиконовая кисточка. Уже она у меня высохла практически. Подсыхает. Уже невозможно и красить. Осталось цепаться. Сужала она мне довольно долго. Месяца, наверное, два или три. Что для меня для туши долго нравится. Возможно, как-то ее повторю. Хорошая тушь делала. И объем, и удлинение какое-то. То есть, в принципе, тушь была достойная. Могу ее посоветовать. Брала я ее, по-моему, по скидке в Ривгош. Так, дальше. Для глаз это все. Ну, вот еще такой гель для бровей закончился. Это Artvisage. Его беру постоянно. И долго здесь разговоры говорить не буду. Нравится. Хорошо фиксирует карандаш. Шире тени для бровей. Могу посоветовать. Держится на весь день. Хватает его. Засохла у меня такая вот подводка от Avon для глаз. Это серия Extend. Super Extend. Вот это вот идет не просто как пластмасса. Не резиновая штучка. Кисточка вот такая довольно удобная. Извините, не кисточка, а наконечник. В принципе, рисует подводка хорошо. И сейчас даже. Но она вот только толстую линию. К сожалению, уже вот наконечник плохо рисует очень. В принципе, подводка была неплохая. Но не скажу, что прям супер. Какая-то средняя. То есть, она не весь день, естественно, держится. Но и не скажу, что прям очень плохая. В общем, какая-то средняя. Ни на 5 и ни на 2. Повторять, скорее всего, я ее не буду. Так. Дальше. Тональное средство покажу, которое я сбавляюсь, отдаю. Это Maybelline Better Skin. К сожалению, не подходит этот оттенок. Потому что он очень сильно выбеливает мое лицо. Сейчас я вам покажу. Вот, во-первых, он какой-то имеет странный подтон. Сейчас камера не передает. Он не... Сейчас больше он в желтый передает. В жизни он больше даже какой-то оранжевый, розовый. Что ли. В общем, он... В принципе-то вот он маскирует хорошо. Довольно плотный. Маскирующая способность у него очень большая. Но не подходит, во-первых, по тону кожи. Во-вторых, он сушит прям вот кожу и сушает. 30 мл. Это значит, хоть он был и заявлен, по-моему... Светло-бежевый оттенок у меня был 0,5. Так. Вроде как матирующий он идет. Сейчас могу ошибаться. В общем, он матирует кожу неплохо. Но оттенок не мой. Его очень хорошо видно на моем лице. И, к сожалению, в общем, не подошел. Пуду его либо отдавать, либо выкидывать. Скорее всего, даже вот не знаю. Попробую отдать его, в общем. Дальше остались только средства для губ. Здесь у меня несколько помад, бальзамов, блесков. От Кристиночки закончился вот такой вот блеск. Вот Фарьес. В общем, здесь с ограничителем проблемы. Он даже у меня вытаскивается полностью. Вот можно его вытащить, ограничитель. Оттенок этот был 51. Он смотрится в тюбике розовом. На деле он вообще полупрозрачный. Тут немножко осталось, но уже сложно его доставать. Сейчас я вам покажу. Вот он такой прозрачный идет. С множеством блесток довольно-таки проблематично. Вот он даже сейчас видно суховато наносится. То есть нужно много раз окунать спонжик вот в это вот дело, чтобы достать его. Для меня такой продукт, если честно, не очень мне понравился, потому что неэкономичный и как-то совсем ничего не делает с губами, не ухаживает. В общем, блеск я такой себе брать не буду, повторять. И также вот такой вот блеск у меня заканчивается. От Мария Кату тоже осталось его мало. Уже сложно по стеночкам его достать. От также Кристиночки, спасибо тебе. 9 мл, 0,7 оттенок. Он идет уже как без плеста, как и глянцевый. Этот блеск уже имеет такой розовато-коралловый цвет. Намного лучше. Мне он нравился, я им пользовалась. В принципе, блеск неплохой. Могу его даже посоветовать. Но больше, мне кажется, на теплое время года. Так, дальше блеск. Также пройдемся тогда по блескам, раз уж с них начали. Это вот такой вот от, уже без опознавательных знаков, эссенс блеск. Номер 021 Red Blossom. Он красный, также у меня закончился практически с мелкими золотистыми блестками. Он уже идет наподобие жидкой помады, но может затекаться в складочки. Затекать, вернее, извините. То есть, нужно под него лучше контурный карандаш. Вот такой. Оттенок. Вот сейчас видно, как тональное средство. Эту маску просто превращается и затекает во все складочки. Все, вот даже кожа становится какая-то как, в общем, сморщенная благодаря нему. То есть, тонально мне не понравилось, не подошло, не увлажняет вообще, а наоборот, сушит. Так, вернемся к блеску. Блеск очень хороший, в принципе, хорошо увлажняет губы. И объем его тоже неплохой. У меня есть еще что-то. Какие-то блески из этой серии пользуюсь ими. Так, дальше осталось у меня три продуктика для губ. Это уже то, что не подошло. Первое, это вот такой вот бальзам от Avon. У меня он был розовый, сейчас есть. Дает ярко-розовый цвет, но абсолютно никак не ухаживает, на мой взгляд, за губами. Его не нанесешь поверх другого бальзама, потому что он сам как бы бальзам. Розовый, фуксивый такой цвет. Ну и сам он опять же, то есть под бальзам его не нанесешь, но как помада, он не стойкий. У меня это был оттенок Rosberry. Raving, по-моему. Raving Rosberry, в общем, по-моему, малиновый он был. Не понравился, брать себе такой не буду. Лучше как бы бальзамом обойтись и отдельно помадой. Так, дальше у меня номер 120, это Maybelline. По-моему, шопот цвета Petal Rebel, да, оттенок. У меня уже половина где-то. Вот, все осталось от него. Такой ненавязчивый светло-розовый цвет. Ну, сейчас у меня как-то стал, что ли, уже, ну, старый довольно-таки, поэтому он стал выбеливающий такой оттенок, забиваться и как-то неровно лежать, в общем, в полоску. Поэтому буду так же отдавать. Но хорошая помада была вначале, с удовольствием ей пользовалась, просто со временем она изменилась. По качеству. То есть, стала более плохого качества. Так, и последнее, что у меня осталось. Видео у меня довольно быстрое получается. Минуток на 15. Это помадка, которая идет от Ava. Абсолютный поцелуй. Серебристый тюбик. Это абсолютно, да, Ava и Ava и Pink, по-моему. Или сняли, или снимают, в общем. Это тенок, в принципе, красивый, неплохой. Я его увидела у Фикуси Виктория Блаунд. Привет тебе. У меня его вот столько еще. Это такой розовый нюд. Но, к сожалению, он у меня вот... Сейчас я вам покажу его сочи. Даже такой розовый, чуть-чуть уходящий в персик с брездками. Вообще, хорошо увлажняет и хорошо лежит на губах. Долго я даже этой помадой пользовалась. У меня надпись вот здесь стерта. Но, к сожалению, она у меня стала на губах скатываться в белую полосочку. Вот. Такое у меня было видео. Надеюсь, вам было оно чем-то полезно и интересно. В общем и целом, больше пустых баночек, которыми довольна в этот раз, чем недовольна. А я у девочек спрашивала насчет обзора. И я решила не снимать по 16-му, а снять отдельно только по 17-му каталогу. По причине того, что болею времени мало. Тут еще есть дела, много дел. Вот. Поэтому я сниму следующее видео обзорчик на 17-й каталог. Всем огромное спасибо за внимание и до новых встреч.